Доброе утро, Анна Реметлёв, мы в студии Укрлайф, это Укрлайф Онлайф. И у нас в гостях Анна Малер, юрист-криминолог, кандидат юридических наук. Анна, сегодня речь у нас должна идти, конечно, по сути, главном факте нашей сегодня жизни, это агрессия России, путинской России, скажем так, администрации Путина, даже я так уточнил, на территорию Крыма. И вы как юрист, и в международном аспекте вот это вопрос изучали, появилась статья сейчас в Форбсе, в Тижне. Давайте еще подробнее тезисно, что же там происходит с точки зрения международного права. В первую очередь мы должны называть вещи своими именами, говорить, что вторжение происходит не просто на территорию Крыма, а вторжение происходит на территорию независимого государства Украины. В данном случае, можно говорить, кремлевской России, путинской России, но в данном случае это государство Российская Федерация, которая своими действиями нарушает целый ряд международных договоров, международных конвенций, подписанных Россией в том числе, и принципов международного права, которые зафиксированы точно так же международными нормативными актами, подписанными Россией. В данном случае нарушены основные два принципа. Это невмешательство во внутренние дела государства. Россия брала на себя обязательства, подписывая нормативные документы международные, соблюдать этот принцип. В данном случае он нарушен. Кроме того, нарушен принцип неприменения силы и неприменения угрозы военной силы по отношению к суверенным государствам. Кроме нарушения этих принципов, нарушены соглашения, которые были подписаны Россией и взяты на нее обязательства. В частности, Украина присоединилась к договору о безъядерном статусе. Так называемый Будапештский меморандум. После этого, как следствие, был подписан Будапештский меморандум, который гарантировал Украине внешнюю защиту в случае внешней агрессии или опасности для нашего суверенитета. На себя эту ответственность взяли три государства. Это Соединенные Штаты, Российская Федерация и Великобритания. Позже присоединились к меморандуму Франция и Китай. Эти страны подписали следующее обязательство. В случае существования угрозы территориальной целостности Украины со стороны внешнего агрессора, в случае существования опасности политической и экономической неприкосновенности Украины, эти страны берут на себя обязанность помочь Украине отражать эту агрессию. В данном случае Россия нарушила именно это обязательство. Поэтому Украина имеет право обращаться за помощью, вернее, имеет право требовать исполнения своих обязательств со стороны остальных гарантов этого меморандума, подписанного в Будапеште. Кроме того, между Украиной и Россией существует договор о статусе и режиме пребывания черноморского слота. Он подписан в 1994 году, и там четко обозначены все условия дислокации военных сил России на территории Крыма. Они не имеют права выходить за границы места дислокации без предварительного уведомления высшего руководства нашего государства. И вводить на территорию дислокации. Безусловно. Что-то сил там добавилось за это время. Безусловно. Обозначено количество контингента, которое может пребывать, место дислокации, которое может находиться на территории Украины. И в данном случае тот факт, что были захвачены, например, аэропорт в Бельбеке, то, что был введен контингент Волск за пределы места дислокации Черноморского флота, можно говорить о том, вернее, следует говорить о том, что это агрессия и вторжение на территорию независимого государства. Что по нормам международного права является международным преступлением. Ну, а вот еще точнее, может быть, надо говорить момент, нет ли здесь такого противоречия, юридического казуса, что, с одной стороны, Черноморский флот дружеской до сегодняшней, я думаю, страны России находится на территории Крыма. И всегда возникает такое ощущение, что, ну, ощущение, пока я говорю, такими терминами, не научными, не юридическими, у людей, живущих в Киеве, которые бывают в Крыму, и в Севастополь, в частности, что когда Россия принимала это решение, ну, Путин, я думаю, лично советовался с какими-то своими военными, то таким образом был расчет какой-то не только на Черноморский флот, но и на население, которое поддержит вот это, назовем это, вторжение или там нарушение границ украинской государственности и так далее. То есть, как здесь, какую роль играет местное население, наш взгляд? — Безусловно, тот конфликт, который сейчас происходит, межгосударственный уже конфликт на территории Крыма, это результат отсутствия государственной политики в Украине последние 22 года. Дело в том, что Крым действительно является зоной компактного проживания людей русской национальности, если не вдаваться в историю, мы просто имеем этот факт. Ну, если мы говорим о численности, то преимущественно это русскоязычное население и этнически русское. Поэтому государство должно ввести государственную национальную политику, направленную на то, чтобы люди всех национальностей, проживающие в нашем государстве, имели возможность не только говорить на своем языке, но и развивать собственную культуру, литературу, образование и все остальные потребности, которые есть, связанные с принадлежностью к определенной нации, они должны удовлетворяться и поощряться государством. Это первое, что не было сделано со стороны государства Украины. Точнее, даже говоря, было сделано не так давно то, что назвали бы отменой некого закона, я, конечно, его не изучал внимательно, но... О статусе региональных языков дело в том, что этот закон... Да, 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 русскому языку, русским живущим... Этот закон не работал вообще, то есть он существовал... Очень подробно, что значит он не работал. Если на него не были выделены средства из бюджета для реализации этого закона, потому что каждый закон, он имеет стоимость своей реализации, здесь не было реализовано никакие программы, и в связи с тем, что в Украине просто так, еще и до этого закона, литература русскоязычная, телевидение в большинстве русскоязычное, создавалось ощущение, что закон работает, но на самом деле ни один из его пунктов не был реализован и не были направлены на это средства. Поэтому государство, конечно, должно все-таки вести политику, которая будет позволять всем националистам, я подчеркиваю, всем, не только российским людям, чтобы помогать развивать свою культуру, чтобы дети знали их или их родной язык, да, это должно быть. Но общаясь сейчас с жителями Крыма, я ставлю вопрос, а что еще помимо русского языка, потому что смешно говорить исключительно о русском языке, да, это та потребность, которую можно удовлетворить очень легко, и конфликта не будет. Какие еще есть желания, да, какие потребности? Можете пока разрезировать, Ань, перевязывайте, что таким образом этот закон, вернее его отмена, был лишь использован как повод для каких-то удачных, или менее удачных ходов в кону пропагандистской кампании, и там, собственно говоря, в этой информационной войне, которая сейчас ведется все-таки в медиа. Это ошибка или поспешность новой власти, которую совершенно не надо было делать, нужно было усовершенствовать закон или принять какой-то иной закон, потому что этот закон действительно... Ну, не с этого можно начинать, нужно было, хотя... Абсолютно верно, да, это была поспешная ошибка, это абсолютно верно. Надо было сначала заниматься политическими заключенными и так далее, да, экономика в первую очередь, потому что мы сейчас на грани находимся. Тремя миллиардами, которые они подкладывались? Совершенно верно. Так вот, о волеизъявлении свободного населения Крыма, которые являются гражданами Украины? Да, вот что за претензии у них, да, и какие у них желания для того, чтобы урегулировать конфликт? Насколько я понимаю, вопрос стоит о расширении полномочий автономной республики Крым. Действительно, если граждане хотят избирать, например, жители Севастополя хотят избирать мэра, то это так и должно быть, да. Значит, там не проводились честные выборы, это совершенно неправильно, они должны проводиться. Если мы говорим о выделении полуострова Крым в отдельное государство и существование Украины как конфедерации, потому что это уже тогда будет не федерация, на чем сейчас заостряет внимание и по поводу чего должен проводиться референдум, который нелегитимный, то надо сказать, что в этом нет экономического основания, экономической подоплеки, это разжигание розни по той причине, что Крым является не просто дотационным регионом, а 80% потребляемых Крымом средств – это дотация государственного бюджета. Поэтому говорить о государстве, которое будет финансироваться другим государством, это некорректно с точки зрения и политики, и экономики. Это очень важно, мне кажется, да, потому что, говорят, там отсутствие электроэнергии. Это помимо ресурсов, например, электроэнергии и питьевой воды. И надо сказать, что сейчас обвиняют Хрущева в том, что это решение было каким-то спонтанным, очень глупым. Не все обвиняют, мы не обвиняем. Ну, тем не менее, это я в русской прессе встречаю, я должна сказать, что Хрущев руководствовался как раз вопросами экономической целесообразности. Дело в том, что Крым действительно экономически абсолютно зависим от той части суши, которая называется Украиной. Поэтому других вариантов нет, как присоединить его к Украине. Говорить об отдельном государстве, конечно же, нельзя в таких условиях, что это абсолютно дотационный регион. Но если мы говорим о федерализации, то я бы предложила более корректный вариант говорить не о федерализации Украины, а о административно-территориальной реформе и о расширении полномочий на местах. То есть все регионы, не только Крым в этом нуждается, в этом нуждаются на самом деле все регионы Украины. А в чем может выражаться расширение полномочий Крыма? Расширение полномочий... И как это осуществить? Получается, не через декоративный рендум? Крыму расширить экономические полномочия Крыма не получится. Есть области, которые претендуют на то, чтобы распределять свой собственный бюджет у себя на месте, а не отправлять его в Киев, а потом из Киева получать какие-то гроши. У Крыма, к сожалению, это не получится, потому что их собственный бюджет не кормит Крым. Крым – дотационный регион. Поэтому об экономических свободах, к сожалению, речи быть не может. Это некорректно и неграмотно. Если мы говорим о политических свободах, это совершенно верно. Люди имеют право избирать свою власть. Они имеют право на то, чтобы на местах была местная власть, чтобы были люди, которые, допустим, рождены в Крыму. И это совершенно правильно. Это нормальное право, которое есть во всем мире, в цивилизованных странах. Но у меня возникает другой вопрос. Значит, в Крыму есть своя конституция сейчас. В Крыму есть Верховный Совет Крыма. И там люди, которых избирали крымчане. Мне интересно, что им мешало до этого избирать честных и порядочных людей, которые бы не разворовывали тот скудный бюджет Крыма, который существует. Которые бы проводили политику в интересах жителей Крыма. Например, рекреационную политику мы знаем, что это регион, который в основном зарабатывает деньги на туристическом бизнесе. Кто мешал власти Крыма, будучи автономной республикой, имея свою конституцию, имея свою исполнительную и законодательную власть, кто мешал этим заниматься до сегодняшнего дня. И кто мешал избирать честных политиков. Потому что не просто не мешали, а помогали из центра, пока был у нас, понятно, такой президент, который уже... Безусловно. И все, что из центра, какие там сигналы, команды спускались в Крым. Но это приводило же к бесконечному переделу земель, вплоть до известных уже историй с Магарачом, с тем, что там построили за дворец Свинаковичем. Но возвращаясь все же к тому, какова сейчас роль международная Путина, как благосударства России, в свете вашего, знаете, нормативных актов, законов международного вообще правового регулирования этой ситуации. Возможно ли оно какое-то... В данном случае, если говорить о агрессии, это можно смело называть международным преступлением, потому что это так и есть, и за него предусматриваются санкции. Кто подаст искать заявление на Путина? В Украине? Значит, на данном этапе был брошен абсолютно правильный клич к журналистам, которые находятся в Крыму, чтобы собирать максимально факты, подтверждающие агрессию. То есть должны быть видеосвидетельства, должны быть аудиосвидетельства, должны быть какие-то вещественные доказательства, и пока эта база должна собираться. В принципе, международные конфликты в мире, которые не дошли до стадии кровопролития, слава богу, мы не дошли еще до этой стадии, в общем-то они урегулируются обычно дипломатическим путем. И принято применять в таком случае санкции. Санкции – это не наказание. Санкции – это меры, направленные на урегулирование конфликта, направленные на приостановление неправомерных действ другого государства, в частности России. Такие санкции бывают экономические и политические. Как правило, они называются еще изоляцией. Что это такое? Экономические санкции – это, допустим, эмбарго или запрет на экономические отношения с государством-правонарушителем. Допустим, будет запрет на покупку, я сейчас условно говорю, некоего государства, покупать у него газ и нефть. Дальше может быть аресты счетов. Вооружение можно еще. Вооружение могут запретить, продавать туда и покупать у этого государственного нарушителя. Могут быть арестованы счета людей, граждан этого государства, которые причастны к правонарушению. Может быть запрет на въезд на территорию Евросоюза и других западных стран, например, США. То есть вот это называется санкцией политического и экономического характера. Во-первых, что приходит в голову мне, человеку простому, который живет в будущем гражданином Украины, с момента, когда возникло это государство у нас здесь. Почему сейчас, если мы не доведем, я думаю, это никогда до кровопролития, нельзя пытаться с Путиным все-таки какие-то вступить в переговоры. Вот как думаете, что мешает или что необходимо с юридической точки зрения для того, чтобы начать переговоры с Путиным не международного сообщества, а в общем-то Украине как полноправному члену этого сообщества? Я вспоминаю недавний вопрос, а что мешает вступить с Януковичем в переговоры. Очень сложно вступать в переговоры с Шулером. Очевидно, вы проиграете. Очень сложно вступать в переговоры с человеком, который игнорирует взятое на себя международное обязательство, который игнорирует нормы международного права, принципы международного права. К сожалению, если мы добровольно, все страны в мире, не будут соблюдать эти принципы, то в мире наступит хаос. К сожалению, это так. Нормы международного права действительно не обеспечиваются достаточными санкциями, и ситуация конфликта Украины и России сейчас всему миру еще раз показала слабость правовых норм. Если они не обеспечиваются санкцией, их действительно более сильная страна может не выполнять. То есть сейчас в мире действует право силы, а не право юридической нормы. И вступать в диалог со стороной, которая своими действиями показывает, что сила на ее стороне, и это ее право, не имеет смысла. Сейчас очень важно не вступать в диалог с Россией, а вступать в диалог с международным сообществом и вести совместные консультации, где членом консультации будет и Россия в том числе. То есть это должен быть диалог многосторонний, а не двухсторонний между Россией и Украиной. Кроме того, я как человек, который исследовал политическую преступность, и моя диссертация по политической преступности защищена, один из разделов у меня был посвящен личности политического преступника. И я вам скажу, что в мире, я далеко-далеко не первый человек, который исследует поведение людей, занимающих высшие государственные должности, могу сказать, что есть абсолютно доказанная научная база, свидетельствующая о том, что человек, находящийся больше одного срока на высшей должности государственной, президент или премьер-министр, к сожалению, поддается очень тяжелым деструктивным изменениям его психика. Такая нагрузка на психику обычным человеком не выдерживается. Поэтому, если мы говорим о 15 годах пребывания при власти, что в данном случае относится к Путину, то это уже необратимые деструктивные последствия психики, которые влияют на принятие решений, в том числе и государственных. Поэтому я думаю, что говорить просто о диалоге и международном праве уже сложно. Ну, скажем, посредние какие-то возможности сейчас, да? Пусть непосредственно с ним вступать в переговоры вы считаете, что невозможно? Двусторонний диалог сейчас опасен тем, что конфликт усугубится. Сейчас должны быть многосторонние консультации. Украина ни в коем случае не должна выходить за рамки легитимности. Я вам скажу по-иному. То, что Россия нарушила договоренности двусторонние с Украиной, дает нам юридическое право точно так же не выполнять наши обязательства. Но мы не должны это делать для того, чтобы усилить свою юридическую позицию, свою легитимность в глазах мировой общественности. Мы не должны податься на эту провокацию. Мы не должны вступать сейчас не в конфликт. Граждане Украины и, в частности, жители Крыма должны быть абсолютно спокойны, миролюбивы, добродушны, настроены. Потому что до того, как не будет сигнала с нашей стороны, говорящего об агрессии, скорее всего, его не будет со стороны российских войск. И только показывая мировому сообществу наше миролюбие и нашу легитимность наших действий, мы призываем их и стимулируем их к многостороннему диалогу в нашу пользу. Спасибо. Анна Малер, я думаю, что это правильно. В общем-то, такое, наверное, сейчас пожелание всем, кто нас сегодня смотрит и слушает, сохранять по максимуму выдержку, терпение, не вступать в никакие конфликты и даже, более того, ввести вот эту миролюбивую линию до момента, пока начнутся многосторонние переговоры по этой ситуации в Крыму, которая является неотъемлемой частью Украины. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова